приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про очередной танк на которой я взял три отметки су-130 pm у меня есть что про это сказать поэтому давайте знакомиться с танком впервые его можно было получить в 2018 году в конце в декабре был марафон на этот танк многие получили его бесплатно или со скидкой ему уже четыре года этому корыту поэтому испытание временем этот танчик прошел поскольку планка на 3 отметки у него 3000 с хвостиком это значит что танк точно плохим назвать нельзя но существует вечный спор кто лучше скорпион или просто rain metal скорпион обычный без буковки или же су-130 pm в конце этого видео я вам объясню какой из этих танков и для кого лучше но сейчас продолжаем знакомиться с этим танком су-130 pm так вот получили мы этот танк за марафон или же позднее купили его неважно что мы получаем в итоге в итоге мы получаем танк у которого следующие минусы полное отсутствие брони и отвратительная стабилизация недостаточная точность сведения и так далее все что связано со стрельбой в плане комфорта так себе но радует то что при небольшой высоте орудия опускается вниз на 7 градусов это хорошо как для такой высоты также орудия еще поворачиваются нас влево на 78 градусов и вправо на 78 то есть башня у нас полностью не вращается это такая вот особенность это конечно не какие-то там градусы горизонтальной наводки по 10 влево вправо где вообще там надо каждый раз корпуса ворочать но так или иначе назад стрелять не всегда удобно также обзор у нас казалось бы небольшой 360 но в куче с хорошей маскировкой если мы правильное оборудование поставим а мы его поставим правильное то можно получить хороший обзор с хорошей маскировкой и много насвечивать циферах в отметку что мы в принципе будем делать также минусами можно назвать мобильность тут есть конечно же и плюс 65 километров скорость вперед и вроде бы 20 назад тоже неплохо но танчик легенький 11 тонн если сравнивать с танками то 11 тонн это мало с такой массой тяжело сбивать деревья валить заборы там домики которые разрушаются поскольку вы будете практически полностью каждый раз останавливаться когда что-то сбиваете своим танком это очень некомфортно танк супер легкий не сильно мощный двигатель танк картонный танк бумажный и его чуть ли ветром не шатает это не сильно приятно плохо едет он нормально едет только по прямой с горы ну или если спрыгнуть со скалы тогда вообще скорость нормальная это я считаю минусом поскольку ездить не всегда получится хорошо и быстро у нас танк бумажный мы должны быстро менять позиции для того чтобы прикрывать своих союзников когда на них выкатываются враги ну или же менять позиции для того чтобы светить в зависимости от ситуации в бою также поговорим про орудия здесь тоже есть как плюсы и так и минусы плюсы это конечно же альфа 520 пробить а ббшкой 243 это неплохо и кумулятивом пробить и 320 кумулятив дорогой поэтому особо там стрелять ими всегда не советую да и ббшки во многих случаях должно хватать но голда все равно должна быть чтобы уверенно пробивать некоторых оппонентов урон минуту у нас базовый 2293 точность 035 сведения 2 и 3 можно подумать что эти параметры для орудия классные если вы не видели орудия скорпиона и ну или же просто рейн металл скорпиона у которого орудия в разы лучше там и базовый параметр точности лучшее сведение лучше и стабилизация тоже лучше башня вращается полностью вокруг себя полноценная башня хоть и медленно вращается и скорость там лучше какие-то там деревья и заборчики скорпиона и полностью не останавливают в отличие от су-130 pm ездить там приятнее стрелять приятнее точность в принципе лучше стрелять ббшками там хочется чаще поскольку они попадают в разы чаще орудия комфортней но голда там слабее там 311 пробитие под калибером и альфа чуть меньше 490 а вот у сус 30 pm мы уже узнали что альфа 520 но так ли это важно в принципе это альфа в 30 единиц фигня но у скорпиона хуже маскировка размер больше из-за чего выживаемость в ошибках на скорпионе смотрится тяжелее но из ошибки легче выехать когда у тебя танк хорошо едет и быстро разгоняется если на су-130 pm ты въехал в ошибку то уехать порою супер тяжело если надо ехать на гору или через заборчики он вообще не едет в отличие от скорпиона который прет просто как бык из этого я сейчас вам расскажу для кого какой танк лучше для активно играющих людей со скиллом которые реже ошибаются и им нужно чаще куда-то ехать на скорости за счет скилла он видит карту и понимает где как откуда подъехать стрельнуть там что-то прикрыть отвлечь объехать для таких людей скорпиона и намного лучше поскольку эти люди знают и понимают что они делают им не помеха какой-то там размеры и чуть меньше маскировки им это не надо они этим не пользуются поскольку эти параметры они важны в ошибке но если человек хорошо играет и не ошибается эти параметры вообще несущественно они ни на что не влияют но другое дело сус 30 pm его улучшенная на фоне скорпиона маскировка и уменьшенные размеры опять же сравнивая со скорпионом эти параметры важны для тех кто ошибается для тех кто играет более пассивно где-то сидит в кустиках и за счет того что эти люди ошибаются они меньше участвуют и не хотят никуда там лезть они меньше следят за игрой поэтому они в ошибки особо и не едут они просто где-то там есть на карте сидят в дефолтных позициях и за счет маскировки там что-то из кустиков настреливают вот мы уже поняли для кого один танк и для кого другой су-130 pm это для основной аудитории танчик скорпион г это больше танчик для статистов только они могут на полную катушку реализовать скорпион г и кайфануть от орудия которые в разы лучше чем у су-130 pm но возвращаемся к нашему су-130 pm что же на него ставить какое оборудование я считаю лучшим это досылатель просветленная оптика и улучшенный прицел досылатель понятное дело нужен чтобы улучшить наш дпм и скорострельность оптика нам нужно для того чтобы светить с кустиков за счет нашей маскировки и увеличенного обзора мы будем много циферок получать в отметку что нам принесет больше опыта серебра ну и это сама же отметка тоже легче набьется ну и улучшенный прицел поскольку пушка откровенно говоря кривая что касаемо полевой модернизации я прокачал проходимость грунтов во втором выборе я ничего не выбирал не точность не улучшал не сведения поскольку это нам все не надо пушка что так что так только хуже станет ну и в конце я выбрала обзор поскольку маскировка после выстрела там не особо меняется пофиг на нее но еще минус который вы увидите в этом бою у су-130 pm маловато снарядов я даже в какой-то момент просто не уследил за тем что снаряды закончились это было печально лично на мой вкус су-130 pm мне не нравится мне больше нравится скорпион либо просто либо скорпион г это принципе один тот же танк я считаю скорпион намного лучше поскольку он позволяет играть активно у него в разы приятнее орудие с него приятнее стрелять и в принципе приятнее играть также на скорпион и намного легче держать высокую среду поскольку ты чаще реализовываешь моменты в которых стреляешь ты чаще в этих моментах участвуешь которые происходят в бою поскольку там легче ездить по карте танк намного мобильнее и за счет башни которые полностью ворочатся можно больше моментов всяких кучерявых реализовать в бою а вот су-130 pm это прям классическая пт которая играется более базовой примитивной тактикой на стандартных позициях со стандартными прострелами ну либо же нужно очень сильно изучать и плотно карты для того чтобы находить всякие прострельщики и особенности в нынешнем рандоме где можно настреливать какие-то дырочки урончик активный геймплей на су-130 pm чаще всего заканчивается ангаром ну и стрельба супер неприятная на су-130 pm это просто ужас танк однозначно на что-то способен слабым его не нельзя называть ни в коем случае он достоин того чтобы на нем суметь набить три отметки пройти его так сказать и забыть за него поскольку больше я на нем играть не хочу и так су-130 pm у нас не был выдуманным танком в 1947 году начали разработку объекта 105 и в 1949 году закончили опытный образец в 1952 году образец прошел испытания в ходе которых были выявлены следующие дефекты и недоработки в частности ненадежность подъемного механизма и затвора недостаточная устойчивость сау при стрельбе прямой наводкой было бы прикольно себе этот танк в игре переворачивался при выстреле ну да и ладно в конце могу сказать что как обычно у меня был много перковый экипаж где было все и ремонт и маскировки 2 перка на обзор 2 перка на стабилизацию боевое братство там эти перки у меня везде на всех экипажах есть поэтому я не знаю что говорить про экипажи это как обычно самая неинтересная часть игры и в принципе обзора на любой танк по поводу фарма в принципе это танчик фарм какой-то приносит серебро с него есть фармит он получше чем какие-нибудь кировцы чем какие-нибудь 274 а и остальные советские помойки какие-то у которых супер кривые пушки в принципе тут тоже кривущая пушка но за счет пробития за счет альфы и какого-то обзора циферки все равно забой ты получаешь и серебро по итогу тоже так что принципе для ца картошки отыграть какие-то стандартные позиции что-то там настреливать и фармить серебро на этом танке можно с вами был варчик гореть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и 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